Я вас приветствую! Лето уже в воздухе, вдохните поглубже, ну и конечно же уделите 20 минут своего свободного времени для просмотра программы Дом Советов. Сегодня будет интересно и, как всегда, полезно. С магазином «Акватория» определимся с выбором системы очистки воды. Далее послушаем советы косметолога по уходу за кожей в летний период. И в завершении приготовим парочку освежающих коктейлей. Очищенная вода – залог здоровья и долголетия. К сожалению, водопроводная вода содержит много примесей и тяжелых элементов, которые, попадая в организм, накапливаются. Поэтому многие семьи прибегают к установке систем очищения воды. Дабы помочь вам в выборе качественных фильтров, мы отправляемся в магазин «Акватория». В городе Красноармейске «Акватория» – пожалуй, единственный магазин, где есть все виды современных фильтров очистки воды разных производителей, которые способны удалить практически 100% нежелательных элементов. Ну, вот такие кувшины можно встретить чаще в домах. Почему? Расскажите принцип их очистки, как часто нужно менять фильтры. Один из самых распространенных вариантов – это в виде кувшинов. Почему? Он идет недорогостоящий, не занимает никакого времени по подсоединению, просто открывается крышка, наливается вода, сквозь фильтрующий элемент проходит вода в нижнюю колбу, уже очищенная, пригодная и для потребления в пищу, и так самое для питья. Есть несколько вариантов разных фирм-производителей. Кассета меняется в среднем раз в два месяца, стоимость кассеты – порядком 50 гривен. Вот. Есть еще один из самых таких тоже распространенных недорогих вариантов – это насадка на кран. Подсоединяется на кран вместо вашей сеточки, которая у вас на кране. Краник переключается вбок, водичка идет фильтроваться, и выливается вам через отдельный краник чистая фильтрованная вода. Когда вы переключаете краник вниз, вода идет прямо. Как вы мыли руки, посуду, так и моете. В недорогих фильтрах содержится начинка, за счет чего очищается вода. Это такое, как активный уголь с ион обменной смолой. Что удаляет уголь? Он удаляет хлор, фенол, пестициды, нефтепродукты и органика. Ионная смола уже делает снижение жесткости воды, за счет чего нет накипи на нагревательных элементах. Есть фильтры предварительной очистки. Они ставятся на вход в дом, либо в квартиру, сразу после счетчика на весь дом. Чистят песок, глину, ржавчину. Результат до эксплуатации, результат после эксплуатации. Такую в данный момент мы пьем водичку, те, кто без фильтров. В среднем производитель указывает литраж 10-12 тысяч литров воды. Но с нашей водопроводной водой ресурс его в 2-3 раза меньше. Лучшая стоимость кассеты 20 гривен. Самый большой показатель это его внешний вид. Когда встал с белоснежного куском рязи, вы его меняете. Очень страшно меняет, да? Да. Тут как бы внешний вид. Это задерживает только песок, глину, ржавчину. Он бережет вашу сантехнику, стиральную машинку, нагревательный бак, котел. Но не здоровье. На данный момент система обратного осмоса – это одна из самых распространенных моделей. Она немножко дороговатая, но по качеству очистки ей нет равных. Почему? Принцип очистки отличается совершенно от других фильтров. У него вся грязь задерживается не в себе, а все скидывается в канализацию. Почему? На выходе вы получаете только чистейшую воду и те минералы, которые полезны человеку. Все остальное сливается в канализацию. Вся загрязненность воды сливается в канализацию. Первичный фильтр, он чистит песок, глину, ржавчину. Вторичный фильтр удаляет хлор, фенол, пестициды, нефтепродукты. Третий фильтр доудаляет хлор, и вода поступает на мембрану. Мембрана очищает воду, опять же, повторяю, на 99,9 всего всех загрязнений из воды. После этого вода поступает в гидроаккумулятор, где она ожидает, когда вы будете пользоваться водой. После этого она проходит последнюю стадию очистки, и уже на краник вам идет чистая фильтрованная вода. У вас будет отдельный кран специально для чистой питьевой воды. Еще сейчас в добавлении идет минерализатор. Это еще воду насыщает природными полезными минералами. Фильтры нижнего ряда системы очистки необходимо менять раз в полгода. Замену мембраны основного фильтрующего элемента производить в течение от двух до четырех лет, а постфильтр-минерализатор менять раз в год. Единственный минус, недостаток, только колодезная вода. И то, потому что нет анализа воды, мы не можем сказать, сможет ли он там в данный момент помочь. Просто, как вам объяснить, если водопроводная вода там все работает прекрасно, потому что она более-менее подготовленная, то колодезная вода, она будет очень жесткая, за счет чего просто-напросто могут фильтра уже не отработать в свой срок, а просто-напросто забиться. Раньше, да? Магазин «Акватория», расположенный на территории центрального рынка, уже побеспокоился о вашем здоровье. Здесь вы сможете приобрести как системы очистки воды, так и уже качественную полезную воду в таре. Магазин «Акватория» доступно, качественно, надежно. Проверено нами. Казалось бы, ну, наконец-то наступило лето, и наша кожа отдохнет от холодной зимы. Но не тут-то было. Не забывайте, что лето – это еще и пыль, а также вредный ультрафиолет. Итак, наш косметолог поведает, как же ухаживать за своей кожей в жаркие дни, чтобы она выглядела, как сочный персик, а не пересушенный урюк. Итак, начнем. Милые женщины, дорогие девушки, вы береги нее, вы продолжательницы рода. Я хочу, чтобы вы были бы красивыми, здоровыми. И я попробую немножко вам приоткрыть тайны красоты и здоровья. Начнем вот с этой таблички. Она наглядно показывает, как органы внутренние проецируются на наше лицо. Вот лоб идет толстый кишечник, между дубровками у нас печень, на височках желчный пузырь. И так вот видите, каждый орган представлен на лице. Если какая-то проблема возникает в этой области, это говорит о проблемах с внутренними органами. И поэтому на это нужно обратить внимание, это нужно решить. А кожа наша, это подсказка, это окошко внутрь организма. И видя, где какое образование, мы можем полностью от этого избавиться с помощью наших лекарственных растений. Сейчас весна, время очень богатое на дары растительного мира. И можно дать вам рекомендации, если кожа жирная, угреватая, то можно нарывать тысячелистник. Можно нарывать подорожник, крапиву и делать настои. Это очень просто. Взяли несколько листочков, измельчили, залили холодной водичкой, оставили где-то на солнышке. В течение дня настой у вас будет готов. И этим настоем можно будет протирать лицо. Это поможет сузить поры, снять воспаление, улучшить кровоснабжение, убрать сухость, стянутость, раздражение. И вот так, таким образом можно помочь своей коже. И сейчас мы можем от этой схемы перейти на нашу прекрасную пациентку. Дело в том, что в каждой точке нашего лица расположены рефлекторные зоны. И воздействуя на эти зоны, мы решаем проблемы и наружные. Устраняем различные высыпания, какие-то дефекты кожи. И рефлекторно воздействуем и на внутренние органы. Выполняется это с помощью лазерного аппарата. Низкочастотный терапевтический лазер. И вот такими движениями легкими по специальным сывороткам, гелям. Мы это все проводим в коже, успокаиваем, снимаем воспаление, улучшаем кровоснабжение. И таким образом мы можем помочь нашим клиентам быть всегда в форме. Решать свои проблемы, косметические проблемы здоровья. То есть эту процедуру желательно делать в летний период? Это можно делать в любой период. Но на летний период у нас актуально увлажнение кожи. Это достигается с помощью такого метода, как лазерная биревитализация. Мы наносим гель, гиалуроновые кислоты. И с помощью лазера, специальной насадки это все вводится в глубокие слои кожи. Не причиняя травмы, не вызывая болевые ощущения. И кожа наша напитывается, становится красивой, увлажненной. И человек себя чувствует очень комфортно. Лариса Альфредовна, а подскажите, пожалуйста, какие крема нужно покупать в летний период? Лосьоны, какие-то маски, может быть, делать из каких-то продуктов, которые актуальны в летний сезон? Я хочу обратить внимание все-таки на то, что нас окружает сейчас. Это активно цветет мята. Можно делать мятный лосьончик. Опять же, в виде того же настоя. Хорошо будет, цветет сейчас акация. Это прекрасный медонос, прекрасный аромат. Листья, не листья, а соцветия акации, в виде настоя, лепестков роз. Все это можно делать такие прекрасные лосьоны, которые будут очищать, восстанавливать нашу кислотность, не агрессивно. И по нашим финансовым сейчас временам сложным это все очень доступно. А какие-то травки, может быть, или, допустим, там многие делают маски вот клубника, да, или там огурцы. Вообще это можно делать? Нужно? И что даст кожу? Это нужно, потому что во всех природных наших продуктах сбалансировано сочетание и витаминов, микроэлементов, органических кислот. Это даст. И решение проблемы косметических напитает кожу те же витаминами, тем же кремнием, микроэлементами. Это успокоит кожу, сделает ее мягенькой, бархатистой. Женщинам можно порекомендовать о соцветии липы. Это женское растение. И протирание лица липовым отваром сделает кожу мягкой и бархатистой. Лариса Альфредовна, в течение дня чем можно освежать и увлажнять кожу, чтобы она не пересыхала, когда очень жарко на улице? Желательно утром обмыть все тело прогладной водой. Воду с поверхности тела не нужно вытирать. Эта водичка увлажнит кожу, она повысит иммунитет, и тогда коже не будет страшно ни солнышко, ни ветер. Она будет увлажнена эластично и прекрасно. Жажда – слово, которое ассоциируется со знойным летом. И многие допускают ошибку, утоляя жажду сладкими напитками. Поэтому предлагаю приготовить несколько коктейлей, которые помогут хоть на какое-то время избавить вас от чувства жажды. Сегодня я вам хочу рассказать рецепты трех коктейлей освежающих. Начнем мы с мохито. Для этого нам понадобится лед, обязательно, желательно, колотый лед, мята, лайм. Если нет лайма, его можно заменить лимончиком. Мы насыпаем лед. Сейчас мы добавляем листья мяты. Их надо растолочь. Можно прямо в стаканчике. Мы можем это сделать слаймом. Когда пойдет аромат мяты, тогда будет уже достаточно его толочь. Теперь мы добавляем 50 грамм лимонного сока. Добавляем 50 грамм тоника. Швепс в нашем случае. И спрайс. Все это мы украшаем. Вот такой вот веточкой красивой. И получается у нас макия. Второй коктейль называется «Голубая лагуна». В его состав входит вот такой вот безалкогольный сиропчик. Его можете приобрести в любом супермаркете. И спрайт. Мы кладем лед. Льда нужно ложить 1 треть стакана. Наливаем сразу спрайт. И добавляем сиропчик. Он сладкий, он упадет на дно. Даст такой красивый голубенький цвет. Очень такой будет приятный сладенький вкус. И украсим это вишенкой. Следующий коктейль называется «Цитрусовая свежесть». В его состав входит лимонный сок, сок социлистского апельсина, красный апельсин и бёрн. Добавляем лед. Теперь мы добавляем 50 грамм лимонного сока, 50 грамм красного апельсинчика. Бёрн. Кто любит кисленькие коктейли, этот коктейль будет как раз для вас. Затаив дыхание, наслаждайтесь красотой этого мира. Окружайте себя добрыми людьми. Будьте счастливы. Я с вами прощаюсь ровно на неделю. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова